Друзья, всем добрый день! Сегодня мы с вами разбираем состав несмываемой сыворотки для волос, которая называется маникюр для волос. И я сначала проанализирую состав, потом станет понятно, почему он так называется. Условно состав можно разделить на две части. На уходовую и функциональную в рутинном, регулярном уходе за волосами. Что у нас относится к уходовой части? Если мы говорим об увлажняющем комплексе, то это прежде всего глюкозамин, гиалуроновая кислота и другие гидролизованные глюкозаминогликаны. Здесь обычно используется смесь глюкозамина и фондроитина. Дело в том, что именно гликозаминогликаны, мы все знаем гиалуроновую кислоту, она в России распиарена в косметике. Но в самом деле основные глюкозаминогликанов-3, это у нас гиалуроновая кислота глюкозаминхондроитин, именно они вместе ответственны за формирование и межклеточного геля, и за удержание во многом влаги в коже. И в том числе они являются одними из самых таких функциональных физиологичных увлажнителей, когда мы говорим о пересушенных волосах, которые не удерживают влагу в глубоких слоях. Вот это у нас с вами увлажняющий комплекс. Здесь есть богатый реструктурирующий комплекс. Волосы у нас на 78% белок, вы все об этом помните. Естественно, самое тропное вещество, самое подходящее для заполнения физического прореха кутикули, рыхлая кутикула, например, у поврежденных окраской волос, поврежденных просто регулярной укладкой, это белок. Но если мы просто возьмем и добавим какое-то большое количество гидролизованного белка в средства по уходу за волосами, это еще совсем не значит, что этот белок сможет проникнуть в кутикулу. Вы помните, что у нас поврежденный кератин, основной белок волоса, несет на поверхность избыточный отрицательный заряд. И подавляющее большинство гидролизатов белков тоже несут на поверхности отрицательный заряд. Подавляющее большинство аминокислот свободных тоже являются анионами, то есть несут избыточный отрицательный заряд. Но для того, чтобы нам заставить белковые соединения войти внутрь кутикулы, мы должны или дать так называемые катионные мостики, то есть какие-то катионные вещества, которые смогут протаскивать вот эти отрицательно заряженные фрагменты белка в прорезь кутикулы, или видоизменить сам белок, придать ему избыточный положительный заряд. И обратите внимание, вот здесь в составе, во-первых, гидролизованный протеин овса, который как раз не обычный, а кватернизированный. Совсем-совсем недавно появилось это сырье на европейском рынке оптового косметического сырья. Хитокератин – это обычный гидролизат кератина, то есть обычный белковый компонент. Глицин – обычная свободная аминокислота, а вот аргинин – это как раз наиболее эффективный катионный мостик. То есть аргинин – это одна из двух аминокислот, которые у нас имеют катионный характер, избыточный положительный заряд. То есть гидролизованный протеин овса, который кватернизирован, он сам хорошо войдет в кутикулу, а аргинин протаскивает фитокератин и глицин. То есть этим мы обеспечиваем как раз наиболее эффективную работу белковых компонентов. Вот все, что красное – это у нас с вами реструктурирующий комплекс. Кроме этого, естественно, поврежденные волосы необходимо, как говорят, гидрофабизировать. То есть обязательно закрывать какой-то тоненькой пленочкой жироподобной, при этом умудрившись их не утяжелить, чтобы волосы не грязнились быстрее, чем обычно. Каким образом мы этого добиваемся? Естественно, наилучший переживающий компонент для волос – это сквалан. Почему? Потому что в кожном себу, в натуральном, его 12%, и именно он отвечает, например, за герметизацию кутикулы, склеивает к чешуке кутикулы волосы между собой. Но сам по себе сквалан – жирорастворимый, его не ввести в вот такие водные среды. Чтобы ввести, необходим какой-то растворитель. Вот растворителем здесь является вот этот амалент из кокосового масла, полиглицерин 5-лорат. Все полиглицерилы у нас являются разрешенными космосом и кассертом видами сырья для органической косметики. Они полностью натурального происхождения, и он позволяет, во-первых, ввести в рецептуру сквалан, во-вторых, сам по себе очень хорошо смягчает поверхность волоса. В результате получается племочка, которая вообще волосы не утяжеляет, не жирнит, она тончайшая, но при этом очень эффективно герметизирует кутикулу. Вот это у нас с вами основной восстанавливающий комплекс. Комплекс кислот здесь работает исключительно как корректор ПАЖ. ПАЖ, естественно, у любых несмывашек для волос оптимальный ПАЖ находится в диапазоне где-то от 4 до 5. Вот 4,5 – это оптимальное значение. Но вот все то, что я сейчас описала, это фактически состав жидкого кератина для волос, который вообще никаким образом волосы не утяжеляет. Ну, очень часто бывает, когда волосы очень пушистые, разлетаются, слишком тонкие и мягкие, из-за этого им тяжело придать форму, например, при укладке. Но при этом любые жироподобные вещества в составе каких-то несмывашек будут уже заставлять волосы грязниться быстрее, будут утяжелять волосы и хочется этого избежать. Вот как раз вот это средство помогает, с одной стороны, сделать волосы плотнее, заставить их хорошо лежать в укладке, и все это без силиконов, и все это без утяжеления волос. За счет чего? За счет вот этих вот двух компонентов – катионного гуара и хитозана. Смотрите, катионный гуар, его все прекрасно знают, это у нас единственный катионный полимер, который разрешен космосом, разрешен именно для уходовых составов для волос. Это особым образом обработанный натуральный гуар. А хитозан – это единственный природный катионный полимер. Все остальные природные полимеры, например, полисахариды растительные, к сожалению, имеют анионную природу и в плане разглаживания волос не очень хорошо подходят. Вы помните, для волос нам нужны именно катионы и катионные пленки. Это то, что нам позволяет заставить чашлыки-кутикулы, приглаживать их к стволу волоса. И хитозан – это действительно единственный природный полимер, имеющий катионную природу. Но на самом деле сам по себе он недостаточно эффективен. Без катионного гуара здесь все равно не обойтись. Но вот вся фишка, весь секрет от вас средства именно в концентрации вот этих вот катионных полимеров, которые являются альтернативой такой тяжелой силиконовой артиллерии. Потому что есть продукты вот типа маникюра для волос в профессиональной косметике, где вся игра идет на силиконовых смолах. Но там, естественно, очень серьезная проблема и в ненатуральности происхождения, и в очень-очень плохой биоразлагаемости. То есть там большая нагрузка на экологию. А и катионы гуара хитозан – у них прекрасная биоразлагаемость, они не дают нагрузки на экологию. И из вариантов компромисса – это самый такой оптимальный умный компромисс между эффективностью и экологичностью средства. И вот этот вот комплекс катионового гуара хитозана фактически покрывает, как маникюр, каждый волосок дышащей пленочкой, которая волос, во-первых, разглаживает, во-вторых, придает потрясающий блеск, в-третьих, делает каждый волосок более упругим и чуть более жестким. Это великолепно совершенно подходит вот для слишком мягких, пушистых волос, которые тяжело заставить, например, лежать красивой волной в укладке, они будут разлетаться при малейшем дуновении ветра. И в этом плане как раз использование вот таких вот катионовых пленок гораздо лучшие результаты дает, чем, например, утяжеление волос какими-то жироподобными компонентами. И получается следующая ситуация. Если нужно, чтобы было полное отсутствие какого-либо утяжеляющего эффекта, надо выбирать кератин для волос. Если волосы очень сильно высушены и повреждены, то есть, например, окрашивались стойкими красителями, регулярно подвергаются горячие укладки, подвергались химической заливке, это нужен шелк для волос, потому что там необходим определенный уровень утяжеления. Если утяжеление не нужно, но при этом волосы слишком легкие и не держат форму, то оптимальное средство – это именно маникюр для волос. Есть легкий-легкий стайлинговый эффект именно за счет того, что волосы становятся более упругими, более плотными и послушными. Их намного легче уложить, они лучше лежат в прическе, в укладке и смотрятся более тяжелыми, более здоровыми. Плюс, естественно, вот такая пленочка очень хорошо защищает волосы, например, если вы в ветреную погоду выходите куда-то на прогулку, то есть, защищает волосы от потери влаги. В принципе, наверное, все. Вот получается средство оптимальное, когда нужно сделать волосы более упругими, послушными и держащими укладку, и при этом грамотно восстанавливать структуру. Продолжение следует...